Сидит мужик на дереве и кричит «Петрович, сними меня!» Петрович бросает веревку и машет «Хватай с умом!» Мужик хватается, Петрович дергает, мужик падает на землю «Петрович, ты чё, совсем что ли?» «Странно, вчера так из колодца вытаскивали» В этом видео я поделюсь пятью советами себе, студенту, который я хотел бы получить от ментора лет пять или десять назад. В конце расскажу, при чём здесь Петрович. Не буду говорить о том, как записывать лекции, сдавать сессии, учить английские слова и одеваться в университет. С этим ты и сам, или сама, разберёшься. Вы, наверное, уже слышали о 20-летнем парне, который бросил универ, за полтора года сделал стартап и стал миллиардером. Или о девушке, которая в 25 лет стала управляющим директором в самом крупном нью-йоркском хедж-фонде. Или о 24-летнем партнере в Макинзе. Господи, эти люди столько всего добились, а мне уже 23, и я тут штаны просиживаю. Нужно срочно, срочно становиться успешным. Ребят, ну это просто булшит какой-то. Конечно, в социальных сетях всё выглядит ярко и классно. А что там в жизни кроется за красивыми картинками? Та же неудовлетворённость собой, нереализованная амбиции, а может, хроническая депрессия и проблемы со здоровьем или в семье. Да и какая нафиг разница, что вообще там кроется у других. Пока завидуешь другим, тратишь энергию и время, которое мог бы потратить на себя. Успех — это не про деньги, и не про социальный статус. Это когда вставишь утром, и у тебя хорошее настроение. Научишься вставать каждый день с хорошим настроением, и будешь успешнее, чем стартапер, менеджер хедж-фонда, премьер-министр и партнер Макинзи вместе взятых. Если любишь только результат, а не процесс его достижения, то ты не достигнешь ничего. Просто не выдержишь. Даже чтобы поступить в шат Яндекса, я потратил почти 400 часов и потратил их с удовольствием. Если бы я не видел ценности в самой подготовке, то не протянул бы и половину времени. То же самое, например, с курсами FLESP — подготовки к управленческому консалт. Наши успешные студенты тратят по полтора-два года на подготовку. Они пашут, и их драйвит сам процесс учебы. Кого не драйвит, забивает, остается без результата. Крутой результат не приходит быстро. Нужно запастись терпением и пахать как лошадь много лет на пути к своей цели и получать от этого процесса удовольствие. Тогда вероятность достижения успеха будет высокой. И даже если не достигнешь успеха, по крайней мере, потраченное время не будет казаться бесполезным. Пока учишься в универе, хочешь поскорее начать работать, набирать стаж и все дела. Работать рано или поздно начинают все. А начав работу, вернуться к учебе и что-то доучить удается немногим. Например, в магистратуре я только не делал, что изучал сложную математику и статистику. Не работал от слова «совсем». Знания, которые я так набрал, помогли мне впоследствии и в консалтинг попасть, и в дейта сайенс, и бизнес вести. Остановить работу и доучить математику сейчас я бы уже не смог. Не было бы времени. Похожую картину я вижу у нас на курсах по математике. Людям с семьей и работой очень непросто. Находить время еще и на учебу. Хотя мы и стараемся всячески упростить эту задачу. Отсюда мой вывод и очередной совет. Учись, пока есть возможность. Потом ее не будет. В агрокультуре стартапов мы все знаем, что ошибки – это результат тестирования гипотез, и без них нельзя ничего мучиться. Ошибки – это круто. Есть одно дно. Ошибки говорят о неудаче, и никак не сочетаются с мантрой «Стать успешным поскорее». Ну так черт эту мантру! Лучше не быть успешным в глазах других, чем не учиться, так как не делаешь ошибок. Я сам когда-то променял многообещающую карьеру в крутой консалтинговой компании на карьеру преподавателя. Потерял ли я во внешнем успехе? Ну, возможно. Приобрел ли я возможность учиться тому, что я считаю важным? Абсолютно точно. Поэтому мой совет – ошибайтесь. Это прекрасно. Вот только не стоит ошибаться со своим честным именем. Не делай подлости, не обманывай, не порочь себя. Мир тесен, и такие ошибки оставят печать на всю жизнь. И вообще лучше дружить с людьми, чем не дружить. Думаю, что одна вещь, которую я хотел бы изменить в своем прошлом, как университетском, так и консалтинговом, я бы общался больше с однокурсниками и коллегами. Я всегда был в книжках или в работе, пытаясь быть лучше других. А стоило сотрудничать, а не соперничать. Во-первых, так гораздо интереснее жить. Во-вторых, так выстраиваются связи, которые потом помогают и в бизнесе, и в жизни. В общем, мой пятый совет – дружи с людьми и береги честь с молодым. Да, кстати, а при чем тут Петрович? При том, что нет универсальных советов. Сегодня веревка нужна, а завтра лестница. Глупо быть человеком с молотком, которому весь мир кажется гвоздем. Я здесь рассказывал о своей веревке, так сказать. А ты расскажи в комментариях про свою лестницу. Какие бы советы ты дал или дала себе лет пять назад? Глядишь, так и целый набор инструментов наберем. И, кстати, не забывай, конечно, полайкать, подписаться. Продолжим общение в комментариях.